Долг платежом красен. В Якутске состоялось очередное мероприятие по выявлению должников на дороге. Совместными силами судебные приставы и сотрудники ГИБДД провели проверку должников, находящихся в информационной базе УФССП. За ходом работы сотрудников двух служб наблюдал Сергей Алексеев. Не устроив Сергей, ему полторы тысячи. 9-1-1, не устроив Сергей. Борт приставов, находящийся в авангарде общего поста, передают ориентировку на очередного должника. Далее полицейские останавливают автомобиль, после чего эстафету принимают опять же сотрудники УФССП. Сегодня на дороге останавливали в основном должников по выплатам налогов, пенсионных отчислений и штрафов ГИБДД. Часть водителей стоически переносит вынужденную остановку, а некоторые шофера не скрывают свое раздражение даже перед объективом нашей камеры. Но как бы то ни было, приставы дальше продолжают свою работу. Что там у вас написано? Дискание за что? Есть, да? На лобуе. На лобуе? На лобуе. На лобуе. На лобуе. На лобуе. Цель данного мероприятия не только повысить показатели службы судебных приставов, но и довести до граждан, что не оплачивая долги, они прежде всего несут ответственность перед обществом. Цель всех этих мероприятий не для того, чтобы кому-то какие-то неудобства доставить. Цель принудить лицо, которое добровольно не хочет исполнять судебные решения, к исполнению данного решения, к выплате долга. Потому что зачастую у нас мы сталкиваемся с непониманием со стороны граждан и с каким-то сочувствием к должникам. Но этого не должно быть, потому что эти люди, они взяли в долг, они взяли на себя какие-то обязательства, либо перед такими же физическими лицами, как они, перед такими же людьми, либо они не платят на содержание детей. Но почему-то у нас должники считают себя вправе, что я вот не согласен с этим судебным решением, ну и что, что я его не обжалую. Поэтому я и платить не буду. Вот я призываю к атмосфере нетерпимости подобным высказываниям и к подобному мироощущению вот со стороны должников. Если есть какое-то принципиальное несогласие по имеющемуся долгу, есть обжалование. Верховный суд республики и Верховный суд Российской Федерации. Если же решение суда или иного органа все же остается необжалованным, и оно вступило в суд. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok